Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири и сегодня у нас с вами Мукбанк. В общем, сегодня я пошла в KFC и купила все то, что я не пробовала в KFC. А это вот такой вот, я не знаю, как это назвать, не знаю, как называется. В общем, здесь такая стрипса. Выглядит очень аппетитно. Хлебушек такой, знаете, мягенький, такой приятненький. Дальше здесь твистер. Твистер я уже пробовала. В принципе, неплохо. Мультивитамин. Это что-то из детского меню. И обычно у нас с вами здесь вода. Здесь деревенская картошка. В принципе, все, что там есть, я уже пробовала, я уже снимала и даже не знаю. Что же такое интересненькое вам можно снять? Сегодня вы можете меня называть бабушка Айнур. В реальности я чувствую бабули. Стиль вообще не мой. Вообще, в ашпе. Картошка деревенская вообще. Я что-то в последнее время постоянно эти баскеты покупаю. Обратила внимание, столько всего интересненького есть. Посмотрите на этот твистер, да, называется. Это что-то вроде донера. Что здесь внутри? Здесь трипсы, сыр, огурчики, по-моему. Сейчас мы увидим. Лук. Не очень люблю лук, прям зеленый такой. Ой, зеленый, говорю, репчатый. В общем, сегодня я целый день бегала по делам. Завтра утром приезжает папа. Приезжает мама. Я думаю, что возобновим съемки на Айкук. Погода просто обалденная. Солнышко. Вот закон подлости. Когда мы ходили за телефоном, гуляли, шопились. Была ужасная погода. Как только нужно сидеть дома и работать. Кто не знает, я работаю на дому. И это очень удобно. Как же это все вкусно. Прям обалденно. Вот этот вот лаваш, он как будто не из теста. Прям лук здесь. Вот лук я не люблю. Вот здесь накосячили, ребята. Сколько людей было в очереди. Я уже хочу наконец-то научиться все свои проблемы решать онлайн, потому что так очень трудно. Во-первых, очень много времени. Вы представляете, в очереди было 50 человек. 50. Я полтора часа просидела в очереди просто. О, какой механизм. А это, оказывается, сок. Я думала, что это какое-то... Какая-то пюрешечка. А оказывается, обычный сок. Замучилась я сегодня, реально. У меня такое вдохновение сегодня. Хочется какие-то танцы для инстаграма снимать. Хочется, не знаю, гулять в кино. Ну, мне надо убираться дома. Готовиться к завтрашнему приезду родителей. Вот. Честно, ужасный бардак. Вот хоть кажется, что у меня порядок. Поверьте мне, за кадром тут такой бардак. Который вам даже не снился. Сережечкой винтажным. Вообще, если честно, я очень себя некомфортно чувствую. Вот в таком вот стиле. Мне кажется, я выгляжу как бабушка. Комфортнее всего мне в кроссовках, в каком-то свитшоте, в футболке. Мама просто обожает классику. И она всегда мне говорит, что тебе так вот ходит классика. Одевай каблуки. Но мне вообще не мое. Сейчас смотрела передачу. Там что-то Малахов. В общем, у женщины, ну точнее всего 25 лет, не совсем женщина, девушка. Но она выглядит достаточно взрослым. У нее пятеро детей. И она говорит, что все пятеро типа от одного мужчины. Там в конце ДНК и получается так, что короче, почти ни один не от этого мужчины. Она такая клялась, божилась. Честно, я смотрю на таких женщин и не понимаю, как можно идти на передачу. Да, конечно, эти передачи очень интересно смотреть. И как вы думаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, может быть, это все постаново. Или действительно люди знают, например, что они могут оказаться неправы, что они могут опозориться на всю страну все-таки и все равно сознательно идут на эти передачи. Для меня просто не доходит. Посмотрела несколько таких передач, вот красилась. Всегда, когда я крашусь, я включаю YouTube и кто-то на фоне обязательно должен болтать. Вот без этого никак просто. И мужчины такие, они все отказываются. Да ты такая, да ты последняя. Смотрю и реально тошно на них смотреть. Я всегда выбирала ну парня, так можно сказать, по критериям самой главной, да. Вот почему я полюбила своего парня. Мне очень нравится в нем, что он уважает всех женщин. Не только ко мне просто хорошо относится, да. Я никогда не слышала от него ни одного плохого слова в адрес какой-то девушке. Всегда с таким трепетом, с таким этим мне иногда кажется, что мужчины как бы разучились осознавать то, что мы слабый пол, что вот так вот гнать, как-то орать. Но женщин все-таки нельзя. Вот. Смотрю эти передачи, все начинают оскорблять ее, что вот она все виновата. Мне кажется, не надо смотреть, как парень относится именно к тебе. Вообще нужно смотреть в общем. То есть, например, у вашего мужчины есть бывшая жена, к примеру, и ребенок. И он этому ребенку вообще не помогает, плохо о них отзывается, агрессивно ведет по отношению к ним себя. На мой взгляд, такому человеку доверять как бы не стоит, потому что завтра вы тоже можете оказаться в этой же ситуации. Если мужчина порядочная, даже если девушка непорядочная, он не станет ее обливать грязью на всю страну. Тем более может быть она мазь твоего ребенка. Иногда мне кажется, что это все постанова. Мне просто интересно, почему я завела эту тему. Может среди вас, например, есть какие-то соседи, знакомые, которые когда-то были на таких передачах. Реально ли все это настоящая история? Просто иногда тупо не верится, честно. это А потом есть моменты, например, у нее пятеро детей, показывают ее дом. говорят деревню, в которой они живут правильно. В этой же деревне живут и другие люди. Они могут сказать, что в такой деревне такой человек не живет. И с другой стороны, не верится, что люди знают, что их покажут по телевизору. Идут на все это. Это просто было супер вкусно. Макая. В общем, что-то последние два дня как-то подсела на эти передачи. кстати еще продолжу эту тему. Мне еще есть кое-что сказать насчет моего лица. Я нашла средство, которое буквально за три дня избавляет вас от прыщей. Просто говорят, что оно вызывает привыкание. Я пока что все пробую на себе и не говорю ни одно лекарство. Потом, когда я все это попробую, действительно какое лекарство мне поможет. то и вам порекомендую в видео. Ну посмотрите просто на мое лицо значительно лучше. Правда вот здесь есть, конечно, то есть постакне, но это все за один день не убирается. Нужно время, чтобы это все прошло. Сох какой вкусный. Все. Так и последний хлебушек. Булочка мягенькая, теплая. Честно, мне этот хлеб не хочется. Как-то, знаете, хлеба очень много, а внутри начинки очень мало. Посмотрите сами. я сделаю так. Я сем начинку. Я вообще хлеба очень мало кушаю. Не хочется мне. Вот может быть из-за этого я как раз таки не поправляюсь. Не люблю я хлеб. Даже какой-то суп, который я кушаю, я прямо с маленьким кусочком хлеба. Начинка супер, но хлеба слишком много. вот если бы они сюда засунули хороший такой большой хот-дог, я бы сказала лайк. Но такой огромный хлеб и вот такой маленький кусочек стрипса маловато. Вкусно сище. Да просто вкусно сейчас. Все было очень вкусно. Не могу сказать, что я прям обожралась. Но вот эта вот штучка мне не очень понравилась. Единственный момент, вот хлеб мне понравился. А так все было замечательно. Если вам понравилось видео с бабушкой Айнур, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита всем. Пока.